Это наш бестселлер на сегодняшний день Мы ввели два возможных исполнения корзины Складные поручни нужны для того, чтобы у нас был минимально возможный габарит по высоте Второй вариант исполнения это крепление корзины снизу На заднем свесе будет? Да, на заднем свесе Корзина у нас поворачивается влево-вправо на 90 градусов Колонна поворачивается на 360 градусов В штатную комплектацию входит пульт радиодистанционного управления Да, корзина электроизолированная до 1000 вольт Считается, что цепь более все-таки надежна Стрела сделана из высокопрочной стали Константин ПРО Про технику, про предприятие, про людей Добрый день, вы на канале Константин ПРО Я сегодня в гостях в компании SmartTek в Нижнем Новгороде Это Селюков Валерий, представитель Полфингера, который пролетел сюда специально Всем привет, в компании Полфингер я отвечаю за автогидроподъемники Сегодня мы действительно встретились на площадке нашего нового дилера Это компания SmartTek в Нижнем Новгороде И расскажем вам про новый автомобиль с автовышкой Полфингер П180Т Эво Который смонтирован на шасси Газель полной массой 3,5 тонны Валерий, то есть SmartTek настраивает, получается, вашу навеску здесь у себя в Нижнем Новгороде? Да, совершенно верно, это дилер, ну для нас это означает прежде всего застройщик и продавец Ну, ребята мне предложили на самом деле уехать куда-нибудь сейчас в поле Мы, наверное, это и сделаем, где побольше места, где можно поснимать этот автомобиль со всех сторон Я для себя понял, что данный автогидроподъемник уникален тем, что в этих характеристиках 18 метров, да, и 300 килограмм максимальная грузоподъемность корзины Удалось смонтировать на Газель, правильно я понимаю? Совершенно верно, значит, не каждый автогидроподъемник из-за своего веса может быть смонтирован на такое достаточно легкое шасси Поехали мы на место предполагаемой видеосъемки Выезжаем из-за территории компании SmartTek Водитель Алексей Здрасте По газонам, по газелям много косяков бывает, нет? Знаете, нет Что вот раньше, как завод работал, как-то все тяп-ляп было Сейчас совершенно по-другому все То есть лучше качество улучшилось? Конечно, конечно И намного улучшилось А давно? Новые вот эти Next и пошли, они уже достойные Итак, коллеги, мы приехали с вами на площадочку На которой у нас есть возможность показать вам автогидроподъемник Палфингер в работе Значит, прежде всего, как уже это сделал водитель Необходимо открепить вот это вот устройство Которое фиксирует опоры в транспортном положении Значит, это мы сделали Чтобы это во время движения она не раскрылась, да? Да, то есть это, в принципе, требования Ростехнадзора Хотя здесь, конечно же, есть гидрозамки Но есть требования о механическом креплении То же самое мы сейчас делаем на правой стороне Так, здесь у нас предусмотрена лестница Для доступа в бортовой отсек И также еще хорошая практика Ну, практически это крайне рекомендуется Стрелу в транспортном положении тоже фиксировать Чтоб не прыгала? Да, чтоб не прыгала, чтобы не разбивала Значит, сама себя, цилиндр Чем именно эта модель отличается от той, что была ранее? Да, действительно, модель P180T производилась в последние два года Показала себя успешной Это наш бестселлер на сегодняшний день Но, как говорится, нет предела совершенству Поэтому мы разработали модель, которая называется Evolution Значит, какие у нее основные отличия? Прежде всего, снижена масса на 200 кг Это нам дает возможность монтировать вышку на шасси полной массой 3,5 тонны Как представленная сегодня газель Кроме того, важным отличием стало то, что мы ввели два возможных исполнения корзины Первая представлена вот здесь То есть это так называемое боковое крепление И складные поручни Складные поручни нужны для того, чтобы у нас был минимально возможный габарит по высоте Если мне память не изменяет, то здесь вы уложились в 3,5 метра На газелье даже поменьше То есть мы гарантируем, что на высоком шасси, типа ГАЗ-Садко, высота не превысит 3,5 метра Значит, на газельке будет даже поменьше Вот это первый вариант И второй вариант исполнения Это крепление корзины снизу И в этом случае не складные поручни Она нужна для того, чтобы смонтировать вышку наоборот Корзины назад На заднем свесе будет Да, на заднем свесе То есть это нужно для того, чтобы оператор мог попасть в корзину как можно быстрее Такое бывает востребовано некоторыми клиентами Поэтому мы даем возможность выбора Валерий, а предыдущая модификация У нее не было возможности монтажа на газельке? То есть вот эти 200 килограмм как раз решали? Они решали, да Потому что, конечно, не секрет, что многие компании в России монтируют с перегрузом Но мы все-таки придерживаемся той точки зрения Что монтаж должен быть такой, как положено по законодательству Поэтому для нас эти 200 килограмм были принципиальными Для этого нашим конструкторам пришлось очень серьезно переработать практически всю металлоконструкцию Те зрители, кто, может быть, видел обзоры на нашу старую модель Могут сразу же заметить, что на новой модели колонна стала гораздо более ажурной Это как раз вот то, за счет чего в основном мы и отыграли эти 200 килограмм Кроме того, у нас здесь появились гидроцилиндры с полым штоком Это тоже позволило нам сократить массу Ну и на самом деле в этой вышке еще очень много технологических изменений Ну, высота подъема, она из названия идет? То есть 18 метров, да? Да, то есть это, в принципе, стандарт, принятый в Полфингере Если вы вот отделяете последний нолик, условно говоря, запятой, вы получаете высоту подъема в метрах Т это означает телескопическая конструкция стрелы А буковка П в самом начале названия это сокращение от слова Полфингер Вот я на диаграмме вижу, что максимальная грузоподъемность 300 килограмм в корзине На вылете примерно 6 метров, да? Чуть больше, там 6,5 6,5 И высоту подъема можно поднять до 18, собственно, метров, да? И в горизонте она раскладывается почти до 11 метров в грузоподъемность То есть один человек 80 килограмм Да, так и есть, значит, ну здесь всегда конструктор ищет компромисс Можно, конечно, создать автовышку, которая будет поднимать 300 килограмм во всем диапазоне Но она будет тяжелее Но она будет тяжелее, тогда об установке на газель уже речи не будет Там даже будет ее не поставить, скорее всего, на газсадко Вот, поэтому мы считаем, что вот эта золотая середина, которая соответствует запросам, ну, максимально широкого круга наших потребителей Валерий, а вот еще характеристики по углу поворота колонны и корзины Напомню, пожалуйста Значит, корзина у нас поворачивается влево-вправо на 90 градусов в каждую сторону То есть это 180 получается? 180 суммарно, да Сама колонна поворачивается у нас на 360 градусов Получается зубчатый венец с червячным редуктором То есть, по сути, ограничивает поворот, наверное, скручивание рукавов только, да? В основном, да Чтоб не оторвать рукава? Да, да, именно вот по этой причине То есть тут же нет никакого золотника какого-то больших манипуляторов? Нет, здесь вот так называемый гидро... Гидрошарнир, по-разному Гидрошарнир, да, ну, там по-разному называют Он отсутствует, потому что это, в принципе, достаточно сильно увеличивает себестоимость И наш опыт показывает, что немногим клиентам эта опция на самом деле нужна Ну, вот здесь вот обратите внимание, значит, вот на этот индикатор Это счетчик моточасов То есть, в принципе, это основной параметр, который нам сигнализирует о необходимости прохождения технического обслуживания Причем, судя по наклейке, я, в принципе, уже знаю, но даже по цвету можно определить, что здесь стоит мировское оборудование дистанционное Да, совершенно верно Валерий сейчас про это расскажет Ну, мы с этой компанией работаем уже не первый год Они поставляют свою продукцию не только для наших автовышек, но и для манипуляторов Присутствует небольшая бортовая площадка, да? Да, здесь вот наши клиенты, которые, допустим, занимаются какими-то рекламными работами Могут возить стремянку, клей, инструмент и так далее Ну, либо электромонтаж, какие-то провода могут запчасти, ящики положить Здесь у нас в комплект входят подкладки Когда грунт мягкий, либо когда его нежелательно царапать Вот можно воспользоваться прокладками Здесь у нас находятся индикаторы Сейчас мы начнем с вами выставлять вышку в рабочее положение на опоры И у нас последовательно будут зажигаться вот эти вот лампочки Которые свидетельствуют о том, что, значит, тот или иной аутриггер встал в необходимое положение Это у нас кнопка аварийного останова И вот здесь есть еще такая розеточка Я о ней попозже расскажу Но суть в том, что у нас в штатную комплектацию входит пульт радиодистанционного управления Ну, предусмотрена также возможность управления по кабелю Когда батарейка сядет, наверное, да? Когда батарейка сядет, да, или там что-то еще произойдет Аутриггер всегда управляется вручную А, всегда управляется? Да, совершенно верно Тем не менее, можно вручную, вот здесь присутствуют рычаги Вот здесь вот такие RZAS рычаги То есть в них вы заворачиваете болт или там можно какую-то шпильку вставить И в случае отказа, значит, штатной системы управления Вы вот управляете непосредственно золотниками гидрораспределителя Ну, то есть задача, если машина заглохла, сломалась, человека опустить вниз Да Который находится в корзине Я напомню, значит, автогидроподъемник сам производится компанией Палфингер В городе Великие Луки Это предприятие подъемные машины Или многим известно, как Велмаш еще То есть по производству лесных манипуляторов То есть лесные манипуляторы серии ВМ и ПЛ в прошлом ПЛ-97, ПЛ-70-02 Ну, а монтаж осуществила компания Смартэка город Нижний Новгород Я еще обратил внимание Здесь крепление пальцев всех шарнирных соединений Такое довольно, ну, сложное То есть с подстраховкой То есть присутствует и контровочное кольцо И еще вот, как это правильно, болтовое соединение, да? Да, здесь на самом деле три степени безопасности То, что мы сейчас видим здесь Это разрезное кольцо, контровочная пластина И с другой стороны у нас еще самоконтрящаяся гайка И есть везде пресс-масленки То есть все это, все соединения смазываются Да, ну, как показывает опыт эксплуатации Лишней безопасности не бывает И вот это вот наше решение о том, что мы ввели пресс-масленки Не стали использовать так называемые вечные втулки Оно себя оправдало Вот, а что касается вот этого тройного крепления Значит, это было сделано по совету наших зарубежных коллег Из концерна Полфингер Потому что вот эта модель автовышки Она разрабатывалась при поддержке коллег Как с завода Полфингер Платформс Итали Что если, предположим, у вас какой-то один из элементов потерялся Или сломался У вас гарантированно ось не вывалится Потому что она останется держаться на двух оставшихся Ну, это Полфингер И ящик я здесь обнаружил еще, да? Под инструменты, под зип, под всякий Да, значит, ну, в общем-то, любая автовышка Это достаточно такой кастомизированный продукт И, кстати, вот это уже, наверное, смарт-эко установило, да? Или это вы? Нет, это делает наш дилер То есть, в принципе, все, что вы видите вот ниже опорно-поворотного устройства Это работа нашего дилера А, погоди, то есть, получается, подъемные машины, ну, Полфингер Он делает только вот все, что выше Да Тумбу саму делает или нет? Тумбу тоже мы делаем Мы ее предоставляем, значит, в виде, ну, вот, примерно высотой где-то 800 мм И дальше уже дилер То есть, начиная вот с этой пластины, это уже работа дилера пошла? Да И аутриггеры, это тоже дилеры? Да А, тоже дилеры То есть, дилер самостоятельно делает подрамник, выбирает аутриггеры в зависимости от типа, на какой шасси будет устанавливаться, да? Да, то есть, от типа устанавливаемого шасси Да, значит, мы даем в комплекте некоторые компоненты, ну, такие, например, как вот распределитель управления аутриггерами, аварийный ручной насос, электрическая коробка с розеткой, гидробак А электрическая это для чего? Значит, у нас есть такая штатная опция, ну, по сути, это не опция, а штатное решение Проложенный электроудлинитель по всей стреле То есть, если вы вот сюда подаете напряжение от внешнего источника А, 220 вольт 220 вольт, да, то оно у вас выходит в корзине из соответствующей розетки То есть, там есть коллектор, получается, электрический? Коллектора нету, просто жайбой протянут, да Значит, ну, просто вам не надо кидать какую-то времянку длиной, там, почти 20 метров А у вас это уже изначально предусмотрено с завода Ну, понятно, инструментом каких-то требуется работать, воткнул и работаешь Да, там, это может быть все что угодно, там, болгарка, дрель Осветительное какое-то оборудование Ну, для осветительного оборудования здесь, опять же, дилером сделан прожектор Как вы можете видеть, он установлен на поручни Вот, значит, мы для этого предусматриваем стандартную точку подключения И корзина здесь у вас электроизолированная, насколько я помню, да? Да, корзина электроизолированная до 1000 вольт Значит, вот здесь вы видите такие второпластовые проставочки Которые эту электроизоляцию и обеспечивают И интересный у вас конструктив еще вот с этим роликом Да, ну, это, опять же, по рекомендации наших зарубежных коллег У них это применяется, значит, функция очень простая Когда вы опускаете корзину, чтобы не было жесткого удара, значит, на землю Вот сделан такой ролик, который предохраняет корзину Он как бы демпфирует маленько, да? Да, он демпфирует, ну и, опять же, предупреждает повреждения покрытия Итак, для того, чтобы начать работу на автовышке Необходимо включить коробку отбора мощности Значит, для этого мы выжимаем сцепление И вот здесь, в данном случае, вот такой вот привод включения кома Механический Да, механический переводим рычаг в соответствующее положение После этого начинает работать гидронасос Который, собственно говоря, подает рабочую жидкость в автовышку И сразу же покажу, значит, вам комплект поставки Вот у нас здесь идет кабель, о котором мы с вами говорили Он подключается одним концом к пульту в случае необходимости Вторым концом подключается вот в эту розеточку Довольно длинный, да, судя по? Да, здесь длина 10 метров То есть, в принципе, позволяет достаточно комфортно работать Значит, также у нас в комплект входит зарядное устройство И, по-моему, запасной аккумулятор Запасной аккумулятор и даже зарядных устройств два То есть, можно заряжать от сети 220 вольт Можно заряжать от прикуривателя Так, вот аккумулятор Ну, мы надолго, наверное, должны входить Да, то есть, во-первых, их идет два в комплекте То есть, один у нас установлен вот штатно здесь Снимается легким движением руки То есть, по практике, пока вы работаете от одного аккумулятора Ну, второй у вас находится где-то на зарядке Валерий, мне подписчики задавали вопрос Насколько сложно сделать автоматическую систему горизонтирования Это и про автовышки вопрос задавали И про автокраны Ну, чтобы каждый триггер не выдвигать, грубо говоря Электроника на сегодняшний день же, наверное, позволяет У нас даже в телефоне есть этот, ну, кореномер, грубо говоря Ну, такое сделать можно Более того, у нас, значит, в Палфингере По миру несколько заводов, которые производят автовышки И на заводе в Германии такая система на вышках применяется Ну, это вопрос себестоимости И хочет ли российский заказчик за это платить Ну, это намного дороже? Ну, это существенно дороже И, ну, любая электронная система Она по определению все-таки снижает надежность А, с этой точки зрения Да, поэтому, ну, здесь вот вы видели Выставление, значит, машины на аутриггере Заняло, там, я не знаю, две минуты Вот, в принципе, ничего сложного нет Итак, автовышка выставлена на опоры Начинаем работать Значит, первое движение, как всегда Нам надо оторвать стрелу от уловителя Переводим, значит, переключатель в положение работы Вот здесь вот, видите, он был так вот в нуле Переводим на работу Смотрите, работает Да, если вы владеете компьютерной мышкой То вам будет достаточно несложно работать на этом пульте Многие задают вопрос Какая дистанция радиоуправления Ну, скажем так, мы специальных замеров не проводили Но, поверьте, она достаточная для любой рабочей ситуации Вот мы отошли сейчас, наверное, уже метров на 10 Продолжаем отходить, сигнал идет Это зависит от местности, где вы работаете Там, от наличия помех и так далее Продемонстрируем остальные движения То есть это, прежде всего, телескопирование Что у вас внутри для телескопирования используется цепь Да? У некоторых производителей трос Что лучше? Ну, считается, что цепь более все-таки надежна Потому что она не рвется настолько внезапно Как может разорваться трос Сейчас мы эту цепь покажем Да, собственно, вот она и есть Мы применяем цепи И, насколько я знаю, большинство ведущих производителей Делают именно так Цепь с подтяжкой, безусловно, да То есть любая цепь подтягивается Да, вот там вот есть Вот под этим боском, да Я вижу, наверное, камера не видит Ну, можно отсюда вот с этого ракурса попробовать снять То есть есть механизм натяжения Так, мы продолжаем опускать Обратите внимание, скользоны присутствуют и верхние, и нижние, и боковые еще Вот, то есть вот видно, вот верхний, допустим, боковые И вот нижние, второпластовые втулки У некоторых производителей боковые отсутствуют Стрела сделана из высокопрочной стали Она тонкая Поэтому, конечно, для того, чтобы конструкция обладала повышенной прочностью Надо ее максимально зажать Ну, я думаю, даже это не с этим связано С самим подходом То есть логично То есть помимо вертикальных нагрузок боковые все равно будут присутствовать Ну, от ветра нагрузка еще Ну, конечно, да Я говорю, что с точки зрения обеспечения комфорта для оператора Так, ну, продолжим опускание Что, не опускается дальше? А все, мы достигли предельного угла А, все, да Значит, вот у нас цилиндр полностью сложен Поэтому теперь мы немножечко ее выдвинем вперед Как раз увидим, как ролик касается асфальта Ну, все То есть, в принципе, где-то на 5 метрах от машины можно уже Да, приблизительно так Давайте тогда сразу покажем верхний пульт управления То есть мы видим, что пульты практически одинаковые Ну, этот не съемный или съемный тоже? Ну, все можно открутить Но, в принципе, он как бы здесь достаточно жестко закреплен на болтах Так, ну, я же понимаю, что это дистанционный тоже пульт Это же не гидрораспредитель здесь стоит, да? Это не гидро, он, значит, управляется по проводам, по кабелям Но если этот мы можем носить на себе, то этот установлен жестко в кожухе Да, ну, то есть тут просто без радиоканала? Да, без радиоканала И, соответственно, без, наверное, без батарейки Пульт тот же самый, ну, унификация Ну, понятно, ну и правильно, почему бы и нет А каким образом здесь происходит поворот корзины? Сейчас мы вам покажем То есть зубчатая рейка, которая привод имеет от гидроцилиндра И, собственно, зубчатое колесо, причем неполное оно тоже сделано Да, ну, это соответствует углу поворота в 180 градусов Да, ну, этого, наверное, достаточно А есть вообще корзины, которые больше поворачиваются? Нет, потому что она же при повороте Стрелу упрется Упрется в стрелу, да Есть корзины, которые поворачиваются меньше на углу 60 градусов А нет таких корзин, которые выше стрелы тогда, чтобы их можно было полностью поворачивать? Ну, теоретически, такое может быть Вопрос зрителям Вопрос зрителям Ну, зрители должны участвовать в нашем обзоре Обязательно Напишите, пожалуйста Есть ли корзины, которые поворачиваются, ну, скажем, больше, чем на 180 градусов И как это применяется, самое интересное Да, насколько это удобно Нас попросили переехать на другую площадку Поэтому мы сейчас место дислокации сменим и продолжим съемки Чтобы руководство ленты не травмировать своим присутствием здесь Тогда складываемся Да, складываемся Я увидел антенну Хочу показать Залезу, я покажу, как внутри устроено Так, я тогда пока остановлю все движения Не, а что, складывай Я вот дальше не пойду Я вот тут буду Вот я хочу показать, как устроена колонна Вот видно антенна Трубопроводы Как все сделано И вот каким образом То есть проходит это все сквозь колонну Через центр Второпластовый вкладыш здесь Чтобы не травмировать и не перетирать ни рукава, ни электропроводку И, собственно, идет вниз уже на шасси И, кстати, вот здесь вот видно, как сделана централизованная смазка некоторых узлов То есть с одной пресс-масленки Вот идет четыре вывода на смазку подшипника поворота, я так понимаю Вот этого вот Все? Опора у нас еще? Сложились, остались опоры Значит, еще хотел бы обратить внимание Значит, на так называемую систему ограничения предельного груза Там за датчик стоит, да? Да, значит, ну обычно На таких вот недорогих моделях автовышек Применяют несколько иной датчик То есть он представляет из себя, по сути, микровыключатель и тарированную пружину Которая находится под полом Но опыт показывает, что такая система точно работает очень недолго Потому что все равно какие-то микродеформации в полу есть И это приводит к тому, что либо надо постоянно поднастраивать эту систему Либо операторы, ну чего уж там греха таить, просто ее отключают Вот, мы, конечно же, выступаем за безопасность И поэтому применили другой датчик Это так называемый Тензо-датчик Вот он здесь расположен Там совершенно иной принцип заложен в основу его работы Но для потребителя важно знать то, что Будучи единожды настроенным на заводе Он в дальнейшем ни в какой до настройки не нуждается Значит, вот здесь вот установлены габаритные фонари И на вышке Evolution мы внедрили вот такое небольшое, но полезное приспособление Это их защита Потому что были случаи, когда операторы разбивали фонарь Ну теперь это сделать значительно сложнее Ну а он габарит-то определяет для кого Значит, у автомобиля комплектного должны быть габаритные огни И поскольку у нас корзина сориентирована вперед над кабиной Это самая выступающая точка А, передний габарит Да, передний габарит обозначен вот этими фонарями белого цвета А задний габарит обозначен у нас на колонне фонарями красного, соответственно, цвета Вот такую вам интересную вышку показали Нижний Новгород, Смартэко, Полфингер, Валерий, Константин Вот Интересная, на мой взгляд, автовышка Вот, легкая, на газеле Ну, можно сказать, бюджетный вариант Потому что он все-таки смонтирован на базе Относительно недорогого российского шасси Газель На самом деле, да, это самый бюджетный вариант, который только может быть Вот, поэтому он пользуется довольно устойчивым спросом Ну, традиционно попрошу писать свои отзывы О продукции Полфингер Для тех, кто еще принимает решение о приобретении Ваши отзывы очень могут пригодиться Ну, всего доброго Всем спасибо, до свидания До новых встреч Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok